Летнее время – пара каникулы отдыха для детей и время, когда они чаще всего предоставлены сами себе, а потому зачастую рискуют попасть в потенциально опасную для жизни и здоровья ситуацию. Этим вопросом уделяется особое внимание прокуратурой Брестской области. Изучаются все потенциально опасные места, где дети могут получить травмы. В соответствии с требованиями прокуратуры во всех регионах области созданы паспорта потенциально опасных мест, куда внесены объекты, где дети могут получить травмы. Это строительные объекты, это карьеры различные, водные объекты, качели, где дети могут получить травмы. И прокуроры ежегодно осуществляют контроль за безопасностью этих объектов. В текущем году также эта работа была продолжена. И по результатам проверок было установлено, что имеются объекты, где имеется доступ на незавершенные объекты строительства, где имеются доступ в подвальные помещения, где были незакрытые люки. Поэтому прокурорами приняты меры реагирования, внесены акты реагирования. По результатам анализа прокуратуры Брестской области внесено обобщенное представление Брестской обл. сполком. И на сегодняшний момент приняты все меры по устранению выявленных нарушений. Особое беспокойство вызывают факты гибели детей при выпадении из окон. В прошлом году произошло 10 таких случаев, в текущем уже два. При этом родители находились дома, но оставили детей без присмотра. К счастью, обошлось без летального исхода. Особое внимание вызывают и факты дорожного травматизма из-за перехода в неположенном месте. Поэтому всем родителям я обращаю внимание, поговорите с детьми, расскажите правила дорожного движения. И я всегда обращаюсь ко всем родителям и говорю, вы всегда должны знать, где находится ваш ребенок, с кем общается ваш ребенок. Не все находятся в лагере, находятся у бабушки, у дедушки. И вместе с другими детьми они тоже посещают места, где дети могут получить травмы. И если в течение дня родители сами решают, каким образом контролировать своего ребенка, то за нахождение его без сопровождения после 23 часов предусмотрена ответственность на законодательном уровне. Поэтому каждый родитель должен принять меры, либо сам сопровождать ребенка после 23 часов, или уполномочить лицо, которое будет сопровождать вашего ребенка. Если же это не случается, то тогда родитель привлекается к административной ответственности. Некоторым родителям такие строгие меры предосторожности кажутся излишними. Но статистика говорит об обратном. Ведь к июню текущего года в области погибло 6 детей. Двое в результате утопления, двое при пожаре и столько же от воздействия внешних причин. Продолжение следует... Продолжение следует...